От графов до представителей трудового народа всего один шаг. По крайней мере, на картинах, которые были найдены во время обыска в доме арестованного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. В карман Булгаков положил 1,3 миллиарда рублей. У Булгакова были найдены коллекции картин, на которых изображен он сам и верхушка Минобороны. На этом полотне Шойгу выглядит как заправский швондер из собачьего сердца другого Булгакова. А здесь он поразительно похож на Яшку Цыгана из «Неуловимых мстителей». Вершиной же коллекции можно уверенно считать репродукцию картины «Военный совет» в филях. На ней изображено совещание 1812 года, во время которого решалась судьба сражений с Наполеоном. Шойгу здесь как Кутузов, с картой, поверженной Сирией, под ногами. Давайте откроем матрешку и представим себе картины, которые могут находиться в частных галереях других, не менее одиозных представителей путинского режима. Подполковник, который мнит себя генералом информационной войны Владимир Соловьев, так же как и генерал Булгаков, склонен к пафосу и самолюбованию. Тем более, что на российском телевидении без этого никак. Я не хочу марать свои руки об эту мразь. Пшел вон отсюда, мразь нацистская. Значит, вот теперь слушай меня. Пшел вон. Пшел вон отсюда. Вон отсюда пшел. Если бы Соловьев коллекционировал картины, то его галерея находилась бы в одной из трех московских квартир. Или на даче в подмосковном поселке Переделкино. Дом Владимира Рудольфовича Соловьева. Давайте быстренько его облетим, потому что смотреть здесь абсолютно нечего. Это реально просто четырехэтажная коробка с парой колонн и пристроенной верандой. Площадь этого дома тысяча квадратных метров. Рядом еще гараж и домоохранная 350 квадратных метров. В начале 90-х, когда в родной России был кризис, Владимир Рудольфович уехал в Алабаму преподавать экономику. А в конечном итоге начал принимать активное участие в предвыборной кампании, агитируя за Джорджа Буша-старшего. Этот период жизни кремлевского пропагандиста лучше всего отображает вариация на тему картины Эммари Дугласа «Рудольфович раздает флэера». У меня вопрос, как у почетного жителя штата Алабама. Алабама будет свободной? Это это. Sweet home Alabama. Однако талант вещать в массы в интересах власти лучше всего у Соловьева развился на родине. Впрочем, как и патриотизм. В задницу вырос патриотометр. Вот он, понимаешь, имеет право судить, вот этот человек патриот, а это не так родинолюбе, ошедрение пень. В интерьер подмосковной дачи Соловьева, несомненно, вписалась бы репродукция картины австрийского художника Алеиса Арнеггера «Вид на озеро Кома». С размашистой надписью российского пропагандиста «Я там был, но так и не успел сделать то, что запланировал». А именно «Дожраться, добиться до цирроза печени и сдохнуть, обсираясь мелкими бриллиантами где-нибудь на красивой даче у озера Кома». Мария Захарова органично смотрелась бы на картине Петрова-Водкина «Купание красного коня». Ей это по службе положено. Она старалась, старается и будет стараться. Вот то, что градус маразма будет повышен, даже сомнений нет. Тем более, что саму лошадь недавно возвели в ранг жеребца, хоть и на склоне лет. Сергей Лавров получил орден жеребца в Буркино-Фасо. Кстати, чтобы стать полным кавалером этого ордена, нужно получить еще орден лошади и орден коня. Здравствуйте. У самого же главного дипломата МИДа «Всея России» обязательно должна висеть картина Мунка «Крик», отображающая главную цитату всей жизни Лаврова. Стену дворца Рамзана Кадырова в Грозном должно украшать полотно Васнецова «Три богатыря». С изображением заград отряда тиктокеров, которые располагаются глубоко в тылу российских оккупационных войск. За тремя ключевыми персонажами сюжета. На границе стоят срочники, такая реальность. Тиктокеры стоят за ними. «Приношу перед вами и перед подразделением Ахмад свои извинения». Рамзан находится на месте Ильи Муромца. Рассматривает, далеко ли еще до Одессы. Апти Алаудинов в роли Добрыни Никитича уже оголяет меч-кладенец. На всякий случай, если русские побегут назад. «Мы сегодня видим, что уже, по сути своей, полностью пересмотрена военная доктрина нашего государства тоже». А Адам Кадыров на месте Алеши Поповича, держа в руках незаряженный лук, представляет череду наград, которые на него посыплются после этого выезда. «Далее уже наша постоянная рубрика «Семья Кадыровых и награды». Процитирую. «Принял решение наградить Адама Рамзановича Кадырова высшей государственной наградой республики». Картина клевета известного итальянского художника периода возрождения Сандро Боттичелли вполне может быть переписана под самую известную женщину российской современности. «Сильно устала от своей публичности и узнаваемости. Я не могу выйти из дома, не могу выйти из гостиницы, везде меня окружают люди». Сюжет полотна прост, аллегоричен и вполне отвечает запросам времени. Клевета, красивая девушка с обличием невинности и ее подстрекатель, зависть волокут к царю обвиняемого. А сидящему на троне царю Медасу в это время нашептывают в его ослины уши две фигуры. Первая символизирует невежество. «Вот оно все и вылезло». А вторая – подозрение. «Тема действительно очень актуальна. Я даже удивился, почему такую маленькую аудиторию нам дали. Это не просьба незаконных мигрантов, нет?» У другой, не менее полезной путинскому режиму дамы Эльвиры Набиулиной, которая имитирует заботу о национальной экономике, должна висеть гравюра Поля Фюрста «Доктор Клюв Рима. Времен бубонной чумы». Центробанк под руководством Эльвиры Набиулиной заявил о повышении ключевой ставки до 18%. СМИ и бизнес отреагировали нервно. Всех пугает это заявление. «Наш обновленный прогноз по ставке, он не предполагает снижение ставки в этом году». Все логично. Раз Москву ассоциируют с Римом, а ситуация с российской экономикой и поднятием ключевой ставки сродни чумы, Эльвире Сахибзадовне только и остается, что надевать маску уверенности и заявлять. «Достижение инфляции цели и поддержание ее на этом уровне. Цель 4%. А у коллеги Набиулиной по экономическому фронту Антона Силуанова может висеть в кабинете картина «Монахи не туда заехали». Или, как говорят в простонародье, «приплыли». В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда? Главным экспонатом частной галереи Дмитрия Медведева вероятнее всего была бы вариация на работу Врубеля «Демон сидящий». Сюжет очевиден. Демон сидит по центру и разминает пальцы перед очередным шедевром для своего телеграм-канала. Бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет, ты что, сбрендил, что ли? Значит, только я могу такое сделать. На бредовые публикации Медведева может вдохновлять серия гравюр Дюрера «Апокалипсис». Псадники «Апокалипсиса» уже в пути. Но что бы замглавы Совета безопасности РФ не писал? Как бы ни жонглировал ядерными угрозами для кремлевского деда, он всегда будет мальчиком с картины Решетникова «Опять двойка». Ну и раз уж мы вспомнили о бункерном, то давайте пофантазируем. Какие полотна он бы предпочел повесить у себя на Валдайской даче или во дворце в Геленджике? Сейчас я скажу. Ну, сейчас скажу. Ну, во-первых, это была бы картина, которая копирует сюжет «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Только с Путиным по центру вместо Иисуса. И с российскими олигархами вместо учеников. Это безусловно искусство. А во-вторых, дед вполне может украсить свои хоромы уже существующими картинами и иконами со своим изображением. Взять того же Антихриста со старинной итальянской фрески XIV века, которая находится в Бенедиктинском монастыре Помпоза. Или картину «Похороны сатаны» из собора Вероны. А как вам сходство Путина с демоном по имени Баал, который в оккультных книгах XVII века представлен как один из семи принцев ада? Это просто фантастика. Единственная картина, которую кремлевский диктатор никогда бы не повесил ни у себя в бункере, ни во дворцах, это «Черный квадрат Малевича». Ведь при помощи одного цвета она настойчиво и красноречиво напоминает деду о том, что его кончина уже близко. Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. Генерал Булгаков впечатлил своей коллекцией картин, но вряд ли смог кого-нибудь удивить. Чванливость и самолюбование давно стали обязательным атрибутом тех, у кого есть власть и деньги. За последние годы в целом, хочу подчеркнуть, в целом у нас все на этом важнейшем направлении получалось хорошо. Но мало кто из богатых и влиятельных россиян понимает, что дорогие дворцы, автомобили и огромные счета не делают их элитой. Тут есть меню, где написано, под какое блюдо кого славить. Значит, там уха стерляжья, здравится государь-император. Я вот эту книжку вам дарю. Несомненно, все эти персонажи, олицетворяющие современную Россию, будут запечатлены для потомков. Но, скорее всего, в виде индивидуальных портретов и карикатур. Редактор субтитров А.Семкин